Особое мнение начинается в этой студии и в ваших радиоприемниках. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Владимир Сметалин. Я приветствую в том числе и гостя нашей студии, чье особое мнение мы сегодня услышим. Это юрист Ян Чебетарёв. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый. Здравствуйте. Напомню слушателям о том, что на сайте хакирова.ру есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, там можно заранее, заблаговременно узнать о том, кто станет гостем нашего особого мнения и задать вопрос. Такая возможность присутствует и в течение этого эфира. Напомню, что сегодня 12 августа, лето так вот нещадно идет к своему завершению. Успели отдохнуть, Ян Евгеньевич? Ну, немножко. Ну, не знаю, может быть классический отпуск. Нет, немножко, да. Перемена мест просто. Перемена мест – это особенность профессии юриста. У нас это крайне часто встречается и с отдыхом никак не связано. Мы в основном меняем места, посудимся в Москве, посудимся во Владивостоке, причем очень часто и очень быстро. Заодно климатические зоны... Юридический туризм, судебный туризм. Ну, это не туризм, не туризм, это работа, командировки стошные. Ясно. Предлагаю, ну, время у нас сейчас, можно еще сказать, обеденное, да? И как раз-таки предлагаю поговорить про еду, про продукты, которые мы, по крайней мере... Это жестоко, я не вижу. В ближайшем... Простите, что я не с этого начинаю. Давайте, давайте. Да, про продукты, про еду, которую мы на наших столах, по крайней мере, в ближайший год не увидим. Ну, не знаю, может быть, какие-то свои каналы, да, там появятся. Но об этом тоже поговорим. В общем, я про санкции, про ответные санкции России в отношении западных стран, стран ЕС, Америки, Канады, Норвегии, Австралии. Запрещен в течение ближайшего года будет ввоз продуктов с территории этих стран. Вот, не знаю, хотелось бы начать с вопроса, а вообще, наше правительство, ну, наш президент, он вообще как додумался для того, что именно продукты надо запрещать? У нас ведь много очень статей сотрудничества, мы много чего закупаем. Ну, в этой части, это, наверное, очень простой вопрос. Как бывший сотрудник таможни могу ответить о том, что на столе любого чиновника, любого ранга, начиная с губернатора, лежит бумажка, структура импорта и экспорта по субъектам федерации, точно такой же документ, точно такой же есть, наверняка, уверены и в правительстве, и у президента Российской Федерации. Традиционно в структуре нашего с вами импорта продукты питания занимают весьма-весьма существенное... Ну, по некоторым оценкам, по последним оценкам, ну, порядка сорока процентов. Очень половина. Да. Ну, именно поэтому, наверняка, опять же, с учетом того, что вот этим сегментом можно пожертвовать, причем особенно безболезненно, наверное, на взгляд нашего правительства, именно на продукты питания и было решено наложить некоторые ограничения на ВОЗ. Здесь другой вопрос. Вот я когда узнал о санкциях подобного типа, меня позабавило то, что Евросоюз запрещает продавать России что-то, технологии двойного назначения и так далее, а мы отказываемся что-то покупать, несколько наоборот. На мой взгляд, подобного рода санкции не столь существенны. Мы наверняка сможем прожить какое-то время без французского сыра, без литовских молочных продуктов, к сожалению. Без польских яблок. Без польских яблок и так далее, и так далее. Без французской картошки. Самое смешное, что в подобного рода перечень не попали продукты стратегические. То, что постоянно и причем массово закупаются Российской Федерацией, это не тайно. Мы со времен СССР закупаем зерно, причем в очень больших количествах. Зерновые продукты не попали под подобного рода запрет. Так что голод нам не угрожает. Я прочитал, уже не в первый раз прочитал из вашего интервью, бизнес новостям давали в свое время. Вы там назвали себя поклонником итальянской кухни. Вы пострадаете из-за этих санкций? Нет. Сугубо конкретно итальянское что-то употребляете? Сугубо конкретно итальянское, что соуса их можно ввозить. Уксус винный на бальзамик тоже можно ввозить. То есть не пострадают. Картошка, морковка, у меня все свое. Вы сказали, как бывший работник таможенной. В 90-е годы вы работали на кировской таможне. Возможно сейчас организация каких-то контрабандных поставок? Это всегда было возможно. Другой вопрос в объемах. Незаконно провести два железнодорожных состава весьма затруднительно с продуктами. Ну, может быть, не совсем, но реально. Самое смешное, что в 90-е годы и сейчас существует маленький бизнес, когда граждане просто ввозят на территорию Российской Федерации определенное количество, в том числе и продуктов питания, которые не подпадают под разного рода меры нетарифного регулирования для себя. То есть когда вы летите в самолете и везете в чемодане в багажном отсеке кусочек французского сыра в пленочке, ну, вряд ли кто-то у вас его отнимет. Ну, это может быть не один кусочек, два, три, четыре, пять. Ну, это, конечно, смешно, потому что, исходя из площадей нашей необъятной родины, всю ее французскими сырами не насытишь. Но в то же время это не продукты первой необходимости абсолютно, тем более, что, на мой взгляд, сам по себе шаг по введению эмбарго торгового в отношении именно этих групп товаров побудил Евросоюз. Я видел в интернете новости о том, что они уже сейчас ведут между собой, правда, пока общение, разговоры о необходимости отмены тех санкций, которые в отношении России были применены. Ну, вот СМИ сообщает, что буквально на днях этот вопрос будет обсуждаться, и по поводу тех денег, которые недополучит ЕС от вот этого эмбарго, ну, там что-то порядка 12 миллиардов евро сейчас. Вы знаете, на мой взгляд, санкции против России гораздо более невыгодны Европе, чем что-либо остальное. Мы достаточно много закупаем товаров в разных странах, в сопредельных, в Польше, Финляндии, в той же Литве, и вся экономика этих стран во многом зависит именно от наших поставок. Почему? Потому что запретив в свое время, не так давно, возить литовские молочные продукты, ну, по большому счету была поставлена на грань вымирания вся молочная промышленность Литвы. Почему? Потому что они изначально, даже по своим технологическим особенностям, заточены под Россию, а не под Евросоюз. Рынок сбыта наш, соответственно, как только мы сейчас, например, вводим торговый эмбарго, правительство тех стран, которые зависят от нас, сами начинают работать на нас, они общаются внутри своих групп европейских, с тем, чтобы как раз все любые возможные санкции в отношении России как-то либо смягчить, либо пропуск отменить. Многие эксперты утверждают, что действительно ничего в этом страшного нет, и Россия достаточно легко будет заключать договор с другими странами и поставлять аналогичную продукцию к нам сюда, внутри страны. Вопрос того, что это будет за продукция, что это будет за качество. Мы привыкли выживать, начиная со времен СССР. Мы ухитрялись приобретать на Западе даже продукты, оборудование двойного назначения, даже военного назначения, причем так, что наши западные партнеры об этом даже не подозревали. Мы-то это умеем, а вот они нет. К сожалению. Да почему к сожалению? К счастью, слава Богу, это наша российская ноу-хау. Что касается развития сельского хозяйства, насколько сейчас реальным пинком или толчком эта ситуация окажется для того, чтобы наши сельхозпроизводители как-то воспрянули, расправились в полный рост, в том числе наша область? Вы знаете, нельзя говорить о таких глобальных вещах, все-таки здесь требуется определенное время. Говорить о восстановлении сельского хозяйства, на мой взгляд, можно только в какой-то весьма далекой перспективе. Сколько продлятся эти санкции? Ну, в России, как известно, стратегия развития сельского хозяйства до 2020 года есть. В чем она заключается, извиняюсь? Европейский опыт, перенятие европейского опыта, когда очень выгодные кредиты предоставляются фермерам, когда налоговые послабления идут, когда государство оказывает прямую финансовую поддержку. Ну, могу только одно сказать, ну, дай-то Бог. Посмотрим, просто пока, на мой взгляд, сельское хозяйство в некотором загоне, как было со времен СССР, так и осталось. Конечно, есть некоторые крупные достаточно предприятия, даже у нас на территории Кировской области, в пригородах города Кирова, которые успешно выживают, успешно получают прибыль, успешно строятся, но их все-таки единицы. Здесь речь идет о том, что, все-таки, наверное, с низов лучше начинать, недавно был в той же Литве, там средние руки фермера имеют земли порядка 4-5 гектаров всего, это очень мало по нашим меркам с вами, по российским. Но, тем не менее, он утряется выживать, он продает свою продукцию, там очень большая доля государственных субсидий. Вот у меня недавно приехала знакомая подружка из Финляндии, и привела пример очень интересный. В свое время, где-то в 70-е годы, когда машиностроение финское херело, и грозилось скончаться, государство финское, к сожалению, приняло решение о том, что все жилые дома, любой этажность, начиная с двух, должны быть оборудованы лифтами, что и фактически оплачивало само подобного рода модернизацию. По большому счету, была ввалена такая уйма государственных денег на приобретение лифтового оборудования, что хватило и на металлургию, и на машиностроение, и на лифтовое хозяйство, и непосредственно на предприятии, которые производят сами кабины. Вот если бы у нас так было с сельским хозяйством, я бы только порадовал. При всей шутливости какой-то, да, такой истории? Польза реальная была? Есть еще вопрос о ценах. На самом деле, мало поддержать этого же нашего производителя мяса, молока и прочее, прочее. Это же все нужно перерабатывать. Это должно быть как-то соотносимо с покупательской способностью граждан. Вот когда я работал в таможне, я аккуратно посматривал, из какого мяса делается наша колбаса. Причем не с точки зрения химических анализов, а исходя из анализа таможенных деклараций. Сколько и откуда мяса, и какого возят конкретные предприятия. Может и предприятие завесу? Не могу. Не могу подписку давать. Подписку? Да. Ну, это была Аргентина, это была Австралия, это была Новой Зеландия. Сейчас не знаю, не отслеживаю. Но, тем не менее, аргентинское мясо, кстати, мясо можно ввозить, вот оно не попало под эмбарго, оно стоит в разы дешевле любого нашего. Либо самого качественного, либо даже самого плохого. Вот по умолчанию почему-то аргентинское мясо стоит дешевле российского, любого. За счет объемов производства. Вот сразу после объявления эмбарго, временно исполняющий обязанности нашего региона объявил о том, что, ох, это отличный момент для того, чтобы вот этот проект, покупая Вятская, распространить на всю страну, насколько это реально. Я на всю страну не знаю. Я, к сожалению, не обладаю данными, продаем ли мы что-то из местных производителей, насколько активно продаем. Да, продаем, да. Значит, Вятское молоко пользуется славой по всем сопредельным областям, это точно. Бывают часто по всей России. Везде КМК ценится, не с учтите рекламы, на самом деле. Мясокомбинат в последнее время, во всяком случае, тоже весьма... Причем, когда москвичам привозишь продуктовый подарочек, у Кировского мясокомбината есть такие забавные наборчики сувенирные из своей продукции в коробочке, привозишь, они очень радуются, говорят, что гораздо вкуснее любых Останкинских, Микояновских и прочее, прочее. Вот. Вопрос, опять же, в объемах. В объемах. Я думаю, что единомоментно насыдить всю Россию кировским вятским молоком, либо вятской колбасой тяжело, но к этому, наверное, надо стремиться, потому что у нас ряд продуктов очень хороших. Вятский мед в Татарии, как ни странно, хотя тоже, собственно говоря, регион, который занимается пчеловодством, тоже ценится. То есть у нас есть вещи, специалитеты наши вятские, которые можно поставлять. В общем, если не всю страну, то хотя бы Приволжский федеральный урок. Это запросто. Да, постараться. Я напомню, что это особое мнение Яны Чемотарева, юриста. Мы продолжаем программу. Предлагаю сейчас обратиться к теме правоохранительной. На прошлой неделе у нас в гостях в рамках дневного разворота был главред вятской особой газеты Николай Голиков. Мы обсуждали, собственно, его доводы, его размышления по поводу криминальной ситуации в последнее время, когда полиция обращает внимание на руководителей неких структур, которые возникли благодаря правительству, благодаря бюджету. Вот, текст, блок у Николая Голикова называется «Просек генерал фишку». Генерал, понятно, какой имеется в виду. Суть в том, что создаваемые чиновниками фонды, поддержки всевозможной, ассоциации и прочие промежуточные структуры – это такое настоящее коррупционное болото. Инструмент клинья бабла. И в этом можно предположить, наверное, и состоит основная причина непобедимости коррупции. Так это не так? Ну, может быть, найти обходные пути с тем, чтобы как-то все-таки любой законодательный акт использовать в своих интересах, наверное, всегда можно. Вопрос в том, что кто непосредственно будет контролировать деятельность наших с вами чиновников. У меня есть шикарный абсолютный пример. У нас помимо разного рода ассоциаций, структур непонятного назначения, есть еще одна лазейка, очень часто создаются федеральные государственные унитарные предприятия для определенных целей. Например, вот пример есть. В Киевской области существует ФГУП, сельхозпредприятие НИВА. Это Верхошижимский, по-моему, район. Вот это федеральное предприятие. Оно было создано, имея свою цель, поставлять продукты питания по всем учреждениям ФСИН России, зэков кормить. Я недавно, ко мне люди обратились с документами. Там очень интересные цены. Там картошка стоит, скажем так, мягко, несколько дороже того, что я вижу на рынках. Почему? ФГУП имеет одну особенность. Когда ФГУП заключает какие-то контракты с кем-то, с тем, чтобы потом, например, перепродавать куда-то что-то, оно не подотчетно никому, кроме своих учредителей, кроме руководства этого же ФСИН, соответственно, приезжается. На него не распространяются нормы 94-го федерального закона о госзакупках. В этой части никто, кроме лиц, входящих как-то, либо близких, либо просто интересных по каким-то причинам, руководству ФГУП не сможет ему что-то продать. В общем, абсолютно закрытая структура по всему направлению. Абсолютно. Это абсолютно ведомственная структура. Она абсолютно не публичная. Она абсолютно не подконтрольная. Там, конечно, есть какой-то, наверное, свой внутренний аудит. Но результаты нам неизвестны. Хотя питается это ФГУП за счет денег федерального бюджета. Потому что это статья именно федерального бюджета. Соответственно, подобного рода инициатива наших правоохранителей в части усиления контроля за разного рода ведомственными структурками, которые имеют возможность заниматься какой-то квазикоммерческой деятельностью, на мой взгляд, абсолютно здравая идея. Если там порыться, то там можно много интересного найти. Ну, судя по последним примерам приговоров в отношении руководителей этих структур, ну, все, наверное, на слуху, приговоры-то достаточно мягкие. И такое ощущение, что все-то, собственно, на скамью подсудимых далеко не попадают. А пример? Приговоры там уже, почему, экс-директора центрального рынка Лузянину, довольно мягкий, по мнению многих, три года. В этой части, если мне память не изменяет, Лузянин свои три года получил не за какие-то нарушения, связанные с хозяйственной деятельностью. Ну, там полностью экономику, да, исключили. Да, то есть там чистой воды, по-моему, в 318-е применение физической насилия в отношении посилия власти, да. Не показатель, не показатель. Я как раз не помню каких-то дел в отношении экономического характера, в отношении подобных квази-государственных структур. Как раз вот эта идея как-то повнимательнее посмотреть за тем, чем они живут и куда они наши с вами деньги тратят, она абсолютно правильная. Как раз у Лузянина все было в этой части абсолютно законно, насколько я понял из приговора. В части того, что он согласовывал все свои сделки, пусть даже и сомнительные, с точки зрения экономики, но он согласовывался ими очередями. Здесь же вопрос не к Лузянину. Ну, там по информации с полицией он буквально-таки запугивал еще представителей администрации, чтобы они влесали под его дудку. Не возьмусь комментировать, нет информации у меня такой, но с трудом могу себе это представить. Еще как можно бороться с этими структурами, кроме как прямым воздействием полиции? Задуматься, насколько они вообще необходимы. У нас существует масса законально предусмотренных возможностей для того, чтобы разумно тратить государственные деньги. Вот этот же закон о госзакупках в свое время вызвал целую волну новых предпринимателей, которые как раз пошли заниматься и торговать с государством. Другой вопрос, что сейчас постепенно, постепенно, постепенно находятся новые механизмы, как заточить тот или иной конкурс под конкретного победителя. Очень часто бывает, что победители уже известны. Ну, здесь как раз, на мой взгляд, нужно всем желающим работать с государственными структурами, взаимодействовать с такой структурой этого же государства, как антимонопольный комитет, который призван контролировать правильность тех контрактов, которые заключаются, тех закупок, которые проводятся, и не допускать ограничения конкуренции. Очень часто, очень часто люди просто, к сожалению, не знают, куда им обратиться. Они начинают писать в прокуратуру, которая не занимается такими вещами. Но не зная, что, например, в случае, если их права в части защиты конкуренции, рекламы, еще чего-то, как-то ущемлены им прямая дорога в антимонопольный комитет. Но зачастую всем все ясно, вот по большому счету, и правоохранителям, и самим чиновникам. Если посмотреть, то очень можно легко, собственно, схему-то так вычислить, да, как работает. Тут родственник, например, находится на определенном месте, а сделать ничего с этим нельзя. Сделать можно, дорогу осилит идущий. Просто если сидеть в стороне на кухне, за чаем рассуждать о том, что как же, все плохо и так далее, наверное, ничего и не исправится. Просто самый простой вариант, который заинтересованный человек, заинтересованный руководитель может сделать с тем, чтобы как-то повлиять на развитие ситуации, это, опять же, формально хотя бы пусть куда-то обратиться в этот же государственный орган любой, для того, чтобы проверили люди ситуацию. У нас очень часто государство бездействует именно потому, что ему не хватает вот этого формального пинка волшебного. Все, чтобы начать работать. У нас до перерыва еще есть время, еще хотелось бы одну тему затронуть, связанную с ограничениями в отношении интернета. Не первый раз уже, да, говорим об этом в нашей студии. Завтра, 13 августа, вступят в силу новые ограничения, касающиеся интернета. При подключении к коллективному Wi-Fi придется указывать свои личные данные, паспортные данные. А вот пока непонятно, там по сведениям разных источников разные места. Где-то пишут, что это только почта России, только библиотека, какое-то публичное место, образовательные учреждения, веду школа, вуз, в общем, все будет известно завтра. И что с этим делать? Потому что в общественном мнении все, что связано с указанием своих личных паспортных, не дай бог, данных, это вызывает отторжение, страх, недоверие. Да что вы, не буду этим пользоваться. Мы перестанем пользоваться? Вы знаете, если доступ через общедоступные бесплатные системы Wi-Fi в интернет будет сопряжен с необходимостью введения паспортных данных, указанием числа месяца года рождения, место фактического проживания, место регистрации, контактных телефонов. Но я думаю, что, наверное, вряд ли будут люди вообще этим пользоваться, хотя бы потому, что это очень неудобно. В этой части пока доступ в интернет с стационарных устройств подобного рода сложностями не обременен. При пользовании обычным домашним компьютером, им может пользоваться 2, 3, 4, 5, 15 человек, и никто не узнает, кто конкретно из них ввел тот или иной поисковый запрос, Лемон написал тот или иной комментарий. Слава Богу, пока. Ну а дальше посмотрим. Во всяком случае, понятно, стремление государства контролировать все и вся. Это не исключительная особенность, исключительно России лишь. Подобного рода вещи просматриваются везде. И в Штатах есть такое же, и в этой же Западной Европе, и в Германии подобного рода вещи. Там есть практика, например, с помощью пластиковых карт. Да, 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 это то же самое. Идентифицировать себя и заходить в себя. То же самое. У нас у каждого с вами есть ИНН, но придумают они, что нужно там ИНН вводить. Точно так же любого можно отследить. Государство это крайне удобно под любыми предлогами для целей борьбы с терроризмом, ли выискивания преступников, ли, либо еще чего-то. Нужно ли это нам с вами? Не знаю. Наверное, нет. Я не до понимания. Это точно такая же услуга, да? Бесплатный Wi-Fi. Беличная причина. Да, я могу ей пользоваться, могу не пользоваться, но если я хочу, и он бесплатный. Какие еще к черту данные я должен вам предоставлять? Ну, как раз здесь речь идет о том, что полицейское государство, оно очень удобно. Оно очень удобно, оно очень управляемо, оно позволяет получать массу информации. Другой вопрос в том, что это все-таки крайность. Я очень не хочу, чтобы Российская Федерация с течением времени превратилась в нечто подобное, не знаю, позднему СССР, к примеру. Во всяком случае, на мой взгляд, подобного рода введение новых требований в отношении публичных точек доступа Wi-Fi, но оно ничем не обосновано вообще. Оно никоим образом не приблизит нас ни к смягчению каких-то возмущений в обществе. Точно так же любой желающий может без всякого контроля попасть в этот же интернет, натворить кучу гадостей, никто не узнает. Зачем подобного рода полумера, она не приведет к достижению тех целей, тех задач, которые, наверное, законатели перед собой ставят. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, две минуты, и после чего продолжится особое мнение Яны Чеботарева. Продолжается программа «Особое мнение», сегодня это особое мнение юриста Яны Чеботарева. Хотелось бы затронуть сейчас автомобильную тему, потому что вы автомобилист. Я тоже не имею отношения. Вот, наконец-то, что называется, свершилось. Ну, хотя не знаю, можно ли все целоположительно это оценивать. Я имею в виду то, что накануне вступили в силу новые, примерные, опять же-таки, программы обучения в автошколах. Увеличение часов практики и теории, появление новых подкатегорий и категорий транспортных средств. В автошколах сейчас должны быть обязательно специалисты-психологи, которые будут осуществлять подготовку такую антистрессовую, чтобы водители грамотно разбирались в сложных ситуациях. Когда новые жесткие требуют очень площадки, наличие разметки, знаков, светофора, перекрестка и так далее и тому подобное. Ну, цель, понятно, что благая, чтобы на дорогах наших меньше безобразия творилось. Но, на ваш взгляд, приведет все это к желаемому результату? Я думаю, да. Любое знание не бывает бесполезным. Соответственно, если начинающему водителю кто-то расскажет об устройстве двигателя внутреннего сгорания, ему это точно будет полезно. Без вопросов. Потому что я подобного рода вещей изучал на коленке на своей старой Волге сам, где какую гайку крутить. То же самое, если ему расскажут, как и покажут еще раз, как проезжать нерегулируемый перекресток, не в теории, а на практике, ну, это тоже будет полезно. Даже если ему это будет показано 2, 3, 4, 5 раз, меньше будет аварий. Потому что до настоящего времени я часто проезжаю перекресток Орловской и Урицкого, он как раз нерегулируемый. Постоянно сталкиваюсь с ситуацией, что люди просто не умеют через такие перекрестки ездить. Просто не умеют стоять. Нет знака? Нет знака. Главное? Нет, нет, нет. Перекресток разназначенных дорог, правила правой руки. Люди вот тут стоят, стоят и смотрят друг на друга, 4 машины. Как поступать, никто не знает. Вот, поэтому я только за, я только за. Опять же, с точки зрения, ну, банальной, собственно говоря, человеческой целесообразности, житейской, если любой девушке расскажут, что такое двигатель внутреннего сгорания, опять же, как устроено сцепление. Упаси бог, конечно, но вдруг да понадобится. Ну что, машинка не завелась, ну что сделать? Да нужно ли это делать? Ну, для общего развития хотя бы. Для общего развития. Пару головного света, причем это было ночью. Дальнейшее движение запрещено. Да. При таком. Да. Соответственно, не зная, собственно, как лампочки менять, ну вот-вот все, попал бы. Многие говорят ведь о том, что да, это хорошо, но вы перекройте канал продажи прав. Вот все говорят о том, что, давайте вот на эту тему пообщаемся, вот все говорят о том, что права продаются. Анекдоты рассказывают. Суммы даже примерно не знают. Зачем, говоришь, купил, подарили. Вот, но тем не менее, вы знаете хоть одного человека, кто права вот реально покупал? Нет, за деньги, не скажем. Знаете почему? Потому что у нас настолько простая система получения прав, что их не надо покупать. Человек все равно, если он получает права, ну, худо-бедно, сам, не сам, с инструктором крутить баранку он научился. Какая педаль, что обозначает, он знает, либо у него автомат, без разницы. Что им еще надо знать? Правила дорожного движения. Ну, понятно, что очень много людей досконально всех правил просто не знают, основные какие-то понятия. Даже водители с опытом, со стажем местами просто забывают, если периодически не обращаются к этой волшебной книжечке. На этапе сдачи билетов, ну, так у нас ошибки допускаются. Три, по-моему, из десяти. Это теория? Теория. Ну, я сдавал еще две допускаются. Ну, сейчас у меня девочка знает, у меня работает. Три, по-моему, допускаются. Ну, хорошо. Дальше. Вождение. Сто метров по прямой дороге проехать, один поворот совершить? Ну, это не экзамен в любом случае. То есть, как раз, на мой взгляд, у нас очень много сейчас машин, очень много водителей. Слишком простые у нас экзамены и слишком уж больно простенькое обучение для того, чтобы получить права и возможность выехать на дорогу. Не будем забывать, на самом деле, о том, что вот это все-таки напоминает несколько взлет-посадку, взлет-посадку в годы войны. А если он выехал, он куда-нибудь наехал. Ужас. Поэтому пусть будет так, пусть будет так. Ну, в любом случае, будут какие-то статистические данные, в смысле, какое-то время, да, год, два, три, собственно. Уменьшится ли количество ДТП? Да, количество ДТП. Непоказательные статистические данные. Почему? Потому что здесь очень тяжело сравнивать дорожную обстановку, например, сейчас, с той обстановкой, которая была 10 лет назад. Как вы будете учитывать количество машин, качество дорог, качество разметки, качество светофоров, информационного обеспечения дорожного движения? Это очень тяжело. То есть, это все будет несколько поверхностно. Давайте исходить просто из нормального человеческого восприятия, что лишние знания не бывают. Даже если они никогда не понадобятся, но, тем не менее, вдруг. Ну что ж, давайте в любом случае будем относиться вежливо друг к другу на дороге. Всем участникам дорожного движения это относится. У нас есть еще немного времени. Хочу затронуть тему, которая тоже обсуждалась уже в этой студии. Раскрасть им город в дымку. Такой проект у клуба маркетологов в Кировской области есть. Накануне должен был стать известен подрядчик, который подготовит фасад дома на Комиссомольской 19 для его росписи под дымку. Это вот как раз соприкосновение Октябрьского проспекта и Комиссомольской. Я представляю, недалеко вы должны быть. Полтора миллиона на вот эту штукатурку выделяет городская администрация. В проекте вообще вот эти четыре дома, рядом стоящие эти дома высотные раскрасить. Вы как относитесь к такого рода деятельности и будет ли вам приятно созерцать дома в нашем городе, которые украшены? Наверное приятно, если это будет все-таки с умом делаться, а не весь город мгновенно перекрасится в бело-зелено-красно-золотистые цвета. Это несколько оляпистых. Меня занимает другой вопрос. А почему город вдруг за счет средств городского, насколько я понимаю, бюджета? Городской бюджет на подготовку фасада, то есть поверхность, грубо говоря, окрасить уже маркетологи будут за свой счет краску покупать. Маркетологи? Маркетологи. Вот ведь повезло людям так, кто живет в этих домах, дома, фасады. Видимо, при привлечении спонсорских средств, ну это уже их история. Есть как раз вопрос. Это я специально посмотрел на карте Гискиров. Это многоквартирные жилые дома с пристроенными магазинами на первых этажах. А почему частную собственность вдруг город решил облагораживать за свой счет? Тут очню, представители администрации говорили о том, что планы по вот этим работам, в том числе штукатурка при выделении фасада в порядок, она давно уже входила в планы. Не, ну отлично. Вот сейчас как-то вот совпало. Не, ну отлично, конечно, безусловно. Но может быть тогда эти полтора миллиона рублей лучше потратить на дорогу перед моим домом, например. Мне это будет приятнее несколько в деревне, чтобы у меня было такое шоссе, как Московская улица вся, например. Вряд ли хватит полтора миллиона. На мой взгляд, здесь гораздо легче использовать, опять же, западный опыт в части чего? Ну, придумали, например, маркетологи городские о том, что вот это было бы неплохо. Послушали мнение горожан. Вроде да, согласны все. Давайте какие-то налоговые льготы предоставлять людям, которые скидываются деньгами на преображение фасадов своих домов. Зачем из федерального бюджета, из городского бюджета, из муниципального тратить прямые деньги на ремонт чужого имущества, например. Ну, еще немаловажный фактор, какого рода. Все, наверное, видали, у нас дети все еще есть любящие порисовать на свежеокрашенных стенах и так далее, и тому подобное. Вот если граждане, жильцы сами свой дом отремонтируют, покрасят, раскрасят в красивые цвета и так далее, они сами и следить будут за сохранностью этого фасада, чтобы все было красивенько, аккуратненько и так далее. А когда это делает добрый дядя из города, не спрося ничего желания, ничего мнения, ну, не факт, что это будет долговечно, как минимум. Ну, потом такое и отношение к этому сделали не мы. Ну, да, халява. А может быть у вас есть какие-то соображения по поводу того, какую еще стилистику можно было бы реализовать у нас в городской архитектуре? Вы знаете, дымка... Потому что претензий очень много к этому. Нет, стиль дымки, например, в части, например, раскраски фасадов, цветового решения, ну, мне нравится, мне симпатично. Я, единственное, не хотел бы, чтобы это было повсеместно, чтобы весь город у нас представлял из себя одну большую дымковскую игрушку. В интернете на это, наверное, посмотреть будет интересно, забавно, но боюсь, что люди пальцем у виска начнут крутить. Перебор некоторый. Какие-то общественные здания, например, принадлежащие муниципалитету. Вон, бассейн Вятка, давайте расспросим. Или гостиницу Вятка, которая муниципалитету принадлежит, у Хилтона стоит. Идеальное место. Давайте Вятка пусть будет такая красивая, замечательная, и муниципалитет будет ходить и гордиться весь. И администрацию еще заодно. Жилой дом перекрашивать. Интересно, а спросили вообще, жители-то сами хотят? Собрание, кажется, по информации чиновников было там, да. Дай-то Бог. Знаете, загвоздка в том, кто-то сказал, что действительно речь-то идет о фасаде. Я думаю, что все четыре стены у этого дома, оказывается, нет. Только фасад? Только которая выходит, собственно, на проезжую часть. Потемкинская деревня? Ну, получается, что это в этом роде. Ну, потому что полтора миллиона, наверное, сумма достаточно небольшая для того, чтобы весь дом обойти. Нет, тогда просто эффект будет несколько обратный. Если приехавший, житель России, приехавший в Киров, желая прогуляться, например, по улице Комсомойской от железнодорожного вокзала, сначала он же увидит, что облупившийся торец здания. И потом вот этот красивый, новый, блестящий какой-то фасад. Ну, странно. Может быть, тогда имелось смысл просто фасад весь отремонтировать и не красить его, сэкономить, чтобы фасад был сам по себе красивый. Странно, честно. Ну, так или иначе, идея, видимо, будет реализована, так что посмотрим. Посмотрим. Что там будет. Время покажет. Завершается программа «Особое мнение». Я благодарю нашего гостя, юриста Яна Чемтарева. Спасибо большое. Всего доброго. Вам спасибо. До свидания. Продолжение следует.